Как давно ты стал специалистом в IT-сфере? Было уже достаточно, чтобы понять и осознать все. Чувак, который слился, а потом... Ну, ты не слился, как бы, ты просто... Да, конечно, ну, то есть, ну, варианта другого не было, иначе зачем я увольнялся? Ну, то есть, бессмысленно. Было очень тяжело, особенно поначалу я хотел плакать. Я думал, ну, как так, все хорошо, компания хорошая, место идеальное. Зачем эта чертова адвинка? Да, да. Мы себе, блин, зачем я за это взялся, надо было в той конторе оставаться. На тот момент, когда я делал тестовое, были такие мысли, потому что, я же говорю, когда я его открыл, увидел, я подумал, ну, нет, я ни за что такое не смогу сделать. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях еще один самурай из прекрасной солнечной страны Молдавии. Зовут его Станислав. Станислав, привет. Всем привет, привет, Виктор. Первый вопрос, самый острый. Что там у нас с молдавским вином? Ой, ну, я на самом деле вино не часто пью, как у тебя алкоголь. Не надо часто, не надо часто. Вино тут вроде неплохое, да. Но, как бы, опять же, я не в самой Молдове сейчас нахожусь. Я в Приднестровье. Это, получается, рядом, это непризнанное такое государство. Оно в 70 километров от Молдовы. Но это Молдовы, как бы, считается, да. Но, послушай, вино там тоже должно быть, по крайней мере... Да, вино, тут больше коньяк. Тут есть завод Квинт. Квинт, вот, он очень хороший, да. Вот коньяк тут и правда отличный. Пивал Приднестровские коньяки, могу сказать, что толковая штука. Да, это правда. Данислав, ну, самый острый вопрос мы порешали. В общем, вино не твоя тема, ты больше по коньякам, да? Да, да, да. Отлично. Расскажи, дружище, как давно ты стал специалистом в эти сфере? Ой, на самом деле это не так давно произошло. То есть, я вот работаю уже, получается, три месяца, на четвертый пошел, да. Но три месяца, как бы, уже достаточно, чтобы понять и осознать все. Отлично, ты свежий самурай. Да, 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 да. Ага, отлично. А испыт уже прошел или нет? Да, конечно, он два месяца длился. Но это такой условный испыт был, потому что там, как правило, со стажировки никого не убирают. Там трудно пройти в эту компанию, а вот со стажировки слететь тяжело. Хорошо, расскажи тогда в двух словах, как бы, ну, можешь там не называть компанию, что за компания, где расположена, с кем работаешь, что пишете, на каком стеке. Ну и самый главный вопрос, когда устраивался на работу, вы давали ли большую сумку получать зарплату айтишную или нет? Ну, если сейчас расскажу, получается так, что, ну, сама стажировка, она длится два месяца, как бы, попасть туда было довольно-таки тяжело, скажем так. Сама компания, она занимается тем, что, ну, это аутсорс-компания, да, и, естественно, там проекты разные из-за этого. То есть, куда тебя закинут, там ты работаешь, вот. Вот, но, на самом деле, так как я из Приднестровья, тут одна единственная хорошая компания, как бы, поэтому, ну, она называется Dex, и ее несложно найти. Вот, но компания большая, она работает в основном в СНГ, и она очень много, основные заказы у нее в России конкретно, она и с Газпромом работает, и сайт Спартака, это тоже ее. Ну, у нее довольно-таки большие проекты, как правило, вот. И, ну, что сказать, насчет стека, опять же, это все зависит от проекта, но, как правило, там все разработчики сейчас на реакте. Расскажи тогда, а как давно ты вообще стал на этот скользкий путь? Как давно ты решил стать в айтишником? О, ну, это уже очень давно, получается, это было еще в девятом классе, но это такие попытки были, как и у всех, наверное, когда ты просто что-то потыкал, понял, что это тяжело и забросил, но так, наверное, раз шесть я делал, ну, ладно, не шесть, но раз пять точно, да, то есть, ну, максимум это было месяц на два, я довольно-таки много верстал, да, и, а вот, когда до джесса дошел, это было тяжело, да, и на джессе я вытянул где-то месяц. То есть у тебя было пять попыток? Да, да, да. Это называется, ты постоянен в своем непостоянстве, да? Мне было тяжело, какие-то обстоятельства были, поэтому забрасывал, потом опять появлялась мотивация или мысли о чем-то, куда бы пойти и пытался. А ты учился где-то, Станислав? Ну, на программирование, я, получается, так, что закончил девятый класс, пошел в колледж на айти, да, но, естественно, там из айти было это максимум, наверное, ну, если ты день посидишь в ютубе, то ты больше выучишь, чем там за четыре года, вот. Ну, и сейчас в универе учусь на программиста, но, в принципе, там ничего не изменилось. Ага, то есть ты в основном, как бы, занимался самообразованием, да? Да, конечно, конечно, то есть. Расскажи, а как у тебя появилась идея, что пора тебе стать самураем и влиться в инкубатор наш? Как это было? Ну, как, когда? Все время думал, когда я заканчивал колледж, думал, что хочу войти, вот. Вот, но так как тогда не хватало навыков, то на четвертом курсе, уже, получается, на последнем экзамене, к нам на экзамен пришел человек, он предложил работу в 3D-компании, ну, это в Молдове, потому что я там и жил. И получается, что туда захотелось человек, я не помню сколько, по-моему, 10, вот, и нас позвали на собеседование. Туда попал я и еще моя одногруппница. Я прошел и стал тестировщиком, а компания, это была лучшая компания по 3D в Молдове, вот. И я подумал, что все, надо идти, буду тестировщиком. Ну, как бы это тоже идти, но все равно это именно там игры делали и тестировщик, с кодом это никак не связано, вот. Я так подумал, но спустя 3 месяца я понял, что это совершенно не мое. Я начал почти всю зарплату откладывать на то, чтобы уволиться и обучаться, вот. Вот, я не помню даже когда, по-моему, на месяце четвертом я внес уже первый платеж за курсы, за IT-инкубатор, да. Ну, как курсы, да, за инкубатор. Вот, ну, потому что я когда понял, что я не хочу там работать 3D-шником, ой, не 3D-шником, а тестировщиком, то я начал дальше изучать после работы. Это было, конечно, тяжело, но я очень не хотел там работать, вот. Вот, и я как-то наткнулся на видос Димыча, естественно, это «Путь самурая», да, там, 100 выпусков эти. Мне казалось, что это очень тяжело, поэтому я раньше их не смотрел, я раньше их видел, вот. Но когда я начал смотреть, я понял, что, в принципе, я не знаю, можно начать это смотреть, да, и попутно доучивать JS, потому что с React-ом я его никогда не трогал до этого. Вот, и получается, что я начал его проходить, но и так мне понравился Димыч, что я решил, ну, это то, что надо, то есть надо брать. То есть он там в каком-то видео пиарил эти, ну, IT-инкубатор, и я решил, что, ну, оно стоит того, потому что, ну, Димыч и правда хороший, хороший человек. Я подумал, что если не он, то никто, скажем так. То есть смотри, твоя работа оказалась тебе очень полезной в том плане, что дала тебе жесткую мотивацию, да? Это правда. Серьезно говоря. Да, это, это, да. Ещё накопить денег, чтобы, чтобы купить и пожить. Такая поговорка есть, нет худа без добра, это был твой случай, да? Ну, при этом сама компания по 3D, это, ну, кто хотел, если бы я хотел быть тестировщиком, если бы мне это нравилось, это было бы идеальное место, потому что там прям очень хорошая компания, хороший офис и работа, в принципе, проекты, ну, пойдёт, да. Вот, но это не моё просто. Ты просто понял, что это не твоё, как бы, да? Да, да, да. Сколько примерно у тебя, вот, когда это было, сколько примерно ты учился в инкубаторе? Заплатил полную стоимость, я, по-моему, год назад, это всё происходило 2 года назад, я пытался, помимо работы, ещё по вечерам учить, ну, проходить со всеми, но я тогда ещё и в универ поступил, и работа универ и инкубатор, оно не связывалось, да, поэтому, по-моему, на вторник я просто забил и ждал уже момента, когда накоплю денег, чтобы уволиться, вот, и... То есть у тебя там драматическая история прямо, как бы? Ну, да, 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 но ушло на то, чтобы накопить, на самом деле, я относительно мало денег накопил, то есть я рассчитывал на сколько, на 9 месяцев я накопил жизни, вот, но скажу так, что лучше, конечно, больше, вот, и, получается, 9 месяцев там проработал, на 9 месяцев жизни накопил, и... То есть подожди, Станислав, то есть ты максимально пошёл по жёсткому пути, да? Да, мне кажется, что это вообще очень жёсткий путь. Ну, это действительно жёсткий путь, то есть ты, в принципе, там, ну, это самое, тяжёлым трудом тестировщика накопил бабла, как бы, чтобы полностью отдаться учёбе в инкубаторе и, как бы, универу, да? Да, 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 ну, то есть прям вообще не оставлял вариантов, я же ещё раз повторяю то, что, правда, надо на большее время копить денег, потому что, ну, 9 месяцев это так, оно тебя будет очень давить. Конечно, слушай, это, ну, у нас часто на самом деле ребята приходят с таким вопросом, как бы, а вот если я там, например, там, уволюсь, я говорю, ребят, это максимально экстремальный путь, я не знаю, как я говорю, хоть грузчиком в ближайший там гиперустройтесь, как бы, на полставки, ну, как бы, если хотите много времени, потому что, когда всё-таки хоть какая-то копеечка поступает в бюджет... Ну, даже если ты не работаешь, всё равно, все 8 часов учиться тоже не все вытягивают, это, может быть, просто тяжело. Конечно, конечно. Санислав, у тебя получился первый заход в инкубатор, ты прошёл понедельник и во вторник понял, что всё слишком много, да? Я, мне кажется, либо полностью прошёл, ну, как прошёл, я не успевал делать домашку, но я не останавливался, я думал, доделаю, 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 и вот этот вот ком на последние месяцы, ну, большой собрался, и я решил, что нет, всё. И, смотри, и, получается, ты сделал большой перерыв до возвращения... Да, очень большой, это было, ну, сколько, 7 месяцев, получается, может, даже 8. Так, ты прям такой чувак, который слился, а потом, как бы, ну, ты не слился, как бы, ты просто... Да, конечно, ну, то есть, ну, варианта другого не было, иначе зачем я увольнялся, ну, то есть, бессмысленно. Послушай, ну, это вообще стрессово, да? Я думаю, что ты психанул в этот момент, когда понял, что тебе надо, что ты не тянешь, да? Ну, да, было тяжело, да, в принципе, обучаться, наверное, ещё тяжелее было по вечерам, после работы, то есть, примерно, часов 8 я приходил домой, кушал, и вот сидел по часа 4, я старался учиться. Я учился, да, то есть, я правда сидел, но там просто оно не запоминалось, совершенно не запоминалось. Пытался вставать в 4 утра, пару дней, неделю я, ну, типа, посидел, но это не то, потому что ты, ну, просто не можешь так вывозить. Это надо больше времени, чтобы привыкнуть хотя бы, не знаю. И ты принял такое суровое, но такое конкретное решение, что ты ставишь учёбу в инкубаторе на паузу, отправляешься на заработки, копишь бабло на жизнь, да, как бы, и возвращаешься в инкубатор. Да, да, да. Ну, у тебя не было идеи, что, ай, вообще, не пошло, не зашло, тяжело, я плюну. Ни разу, ни разу, потому что, ну, скажем так, в подростковом, я не знаю, там, 16 лет я много работ перепробовал обычных, да, там, продавец, ещё что-то такое, как бы, пробовал себя и тестировщиком, ну, тестировщиком. Я же видел, как там, допустим, делают игры. Вот, вообще, ни одна из профессий мне не нравилась. Когда я задумался, что бы я хотел поделать, единственное, что в голову лезло, это IT. Потому что, когда я начинал, конечно, ещё учиться, я не понимал, нравится это мне или нет, но оно было самое такое непротивное из всего. Ты методом от обратного, да? Да, конечно, конечно, ну, даже другого варианта нету. Смотри, ну, а вот всё-таки ты, когда начал учиться в инкубаторе, да, первый твой заход был до перерыва, оно подтвердилось, тебе было интересно, ты такой, вау, блин, круто, как бы, или такое, ну, так себе, как бы. Нет, я подумал, что тяжело, мне казалось, что все с каким-то большим бэкграундом туда зашли. Эти умники, которые задают вопросы умные на занятиях, бесят, правда? Да, ну, не бесят, но я думаю, что все умнее, чем я, потому что это правда было, ты сидишь и не понимаешь даже вопроса, который он задал, вот. Буртан этого стрессового, конечно, как бы, да. Да, 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 это, ну, а так, да, я был очень доволен, во-первых, я до момента, пока не начались, не началось самообучение, я всё ждал, надеюсь, это не обман, вот так вот в моей голове, я как сейчас помню. Ну, и как по итогу? Нет, по итогу я, наверное, не жалею вообще ни одной копейки, да, я, наверное, даже больше бы заплатил, я тогда покупал по 1100 что-то такое евро, а сейчас, я не знаю сколько, но знаю, что больше стоит. Вот, но я бы заплатил даже и сейчас эту стоимость, которая на данный момент. То есть ты зашёл в инкубатор, попробовал, тебе всё понравилось, ну, ты понял, что просто не вывожу по времени, и ты сделал большую очень паузу, 7 месяцев, да? Да. И смотри, короче, а как ты возвращался после 7 месяцев, ты что-то поделывал это время или такое, просто отложил и всё как бы? С болью, потому что, когда я возвращался, то я понял, что надо начинать всё с нуля, потому что я не помнил совершенно ничего, вообще ничего. То есть я даже песочницу, по-моему, ещё раз прошёл, что-то такое, то есть там вообще полностью всё с нуля, ничего не помнил совершенно. То есть за 7 месяцев ты как бы максимально подготовил своё сознание, оно очистилось от лишнего, да? Да, да, это правда. Все прежние очистилось от лишнего, и ты был максимально готов для нового захода. Смотри, Станислав, и так, 7 месяцев пауза, подушка, короче, банка с баблом закопана в огороде, и ты такой заныриваешь второй раз, обнаруживаешь, что капец, в голове не осталось ничего, но ты не сомневался, что тебе надо двигать вперёд? Нет, конечно, обратного пути не было, такой же второй работы я бы не нашёл тестировщиком, а это был второй нормальный вариант, поэтому нет. И ты опять начал, грубо говоря, с понедельника, с первого спринта, пошёл потихонечку вперёд. Скажи, ну вот, а второй, как бы после перерыва было тяжело начать, но как-то знания восстанавливались быстро или не очень? Скажу так, что их и так не было особо, то есть практически, что я там знал верстку, но она забылась полностью, я не мог вспомнить ни одного свойства. ЖЭС вообще плох, да, но тем не менее из-за того, что как бы я садился с утра, допустим, да, с пустой головой, то это, я не знаю, легко запоминалось довольно-таки поначалу. Хорошо, дружище, и вот расскажи, твой путь в инкубаторе, сколько заняло у тебя месяцев? Ты оставался где-то на второй круг или нет? Да, по-моему, я оставался, это была пятница, но получается с середины марта по август, если чисто учёба в инкубаторе, то да, по конец августа даже может быть меньше, но я оставался только потому, что, в общем, я один месяц просто не сидел, то есть я себе сделал там перерыв, тоже такой, ну как, почти не сидел, то есть просто в пятницу пошёл ещё раз новыми силами, вот, поэтому с середины марта по август вот так вот заняло. Получается, учёба, знаете, март, апрель, май, июнь, июль, август, в принципе, шесть месяцев, да? Да, да. Отлично, ну и вот смотри, когда ты уже смог, как говорится, фулл таймом учиться, это намного легче было тебе или нет? Было легче, но я всё равно не сидел по восемь часов, у меня в среднем уходило, я трекал время, старался трекать его честно, да, то есть именно я вставал с компьютера, выключал трекер, но сколько у меня ушло? Около тысяч, может, восемьсот часов, то есть очень мало, но этого хватило, там я не помню сколько, по-моему, мне кажется, по пять с половиной часов где-то выходило в день, но я не каждый день прям сидел. Ну это много, по пять с половиной часов в день? Мне казалось, что это недостаточно, много я это тоже давила. Хорошо, смотри, окей, и когда ты понял, что пора искать работу уже? Это была пятница, но вообще мои попытки были на среде, на самом деле, и я бы в среду попал, если бы чуть-чуть, ну вот если бы до четверга досидел, я бы попал еще в среде на стажировку. Я написал, получается, я написал в LinkedIn одному темлиду с молдавской компанией и попросил у него тестовое. Ну я попросил, возьмите меня на стажировку, вот, и он сказал, просто так мы не берем, давай я тебе тестовое дам и там уже посмотрим. А там простейшая тестовая, то есть там нужно было получить данные, отфильтровать, отрисовать их, нет, по-моему, даже отфильтровать не надо было, не помню. Но суть в том, что там, ну простейшая, я не знаю, там пару часов работы, но я тогда не знал, я не работал с промиссами, поэтому я не получал, нет, ничего, я просто загуглил, как получить, получил их, а потом хранил на локальном стейте, а не не кидал им обратно на бэконт, поэтому он посмотрел и даже ничего не ответил. Садюш, что ты, как бы, в принципе, такой настойчивый парень, да? Конечно, да, да, я помню, что я ему в конце еще написал что-то вроде, когда он отписал, что сейчас пока что не готовы взять, и я написал ему, хорошо, но только не тяните, а то разберусь, что это такое-то было. Да, ну так и произошло, на самом деле. Окей, смотри, дужище, то есть, ну и вот, закончил ты, там, пятый спринт, пятничный проект, и решил, что уже пора точно, да? На самом деле, я не знал, когда пора точно, то есть, я думал, что после субботы я начну, потому что там, как бы, большая, ну, стажировка, это как, я не помню, как называется, вот, когда ты в команде уже работаешь, да, пишете в команде, все дела, я думал, что после этого, но в силу того, что мне уже чуть-чуть поднадоело учиться, уже хотелось, ну, все время, на протяжении, сколько там, шесть месяцев, пять сидеть дома, ну, это сложно, вот, я уже хотел в офис просто до сумасшествия, и, получается, я понял, что, ну, попытка не пытка, поэтому я начал рассылать всем подряд. Ага, а CV-шку у нас делали самостоятельно? Да, конечно, сделал у вас CV-шку, там, мне ее подкорректировали, и, а, нет, по-моему, даже не корректировали, потому что я просто зашел, открыл топ-1 резюме и скопировал, вот, ну, подставил, конечно, там, у себя. Ага. И все, начал отправлять всем подряд. Много у тебя было отправок, отзывов, откликов? Ну, мне кажется, все молдавские компании, которые есть, я им всем отправил, да, то есть, которые ищут, не ищут, я просто писал молдавские компании, да, открывал сайт, где там они все есть, и это даже не поиск работы, ничего, просто компании молдавские, вот. И заходил на их сайт, отсылал резюме, вот так вот и делал я. В общей сумме, мне кажется, ну, где-то около сотни, сотни было, да, но ответило две, две с отказом, и все, да, и все. Так, хорошо, а как ты попал тогда, вот, на стажировку на эту? Ну, получается так, что это я даже не на стажировку попал, а я попал сразу джуниором, просто там, ну, стажировка, испытательный срок, вот, испытательный срок за месяц, вот, но, сейчас, предыстория, то, что до этой компании я попал еще в одну. Получилось так, что я сидел в основном по ночам, потому что днем мне не хватало почему-то концентрации. Я увидел просто вакансию на джуниор-позицию, тоже в Молдове, и отправил им CV-шку. В принципе, там подходило все, но я такой был не уверен в своих знаниях, да, как и всегда, вот. Но подумал, почему бы и нет, и они, на самом деле, мне ответили, на следующий день или через пару дней, я не помню, уже даже мы разговаривали с HR. Как бы все подошло, но я помню интересный момент, что, когда мы с ним созвонились, он открыл мой гитхаб и начал лазить по, ну, он же в коде не разбирается, и он открыл тудулист, социальную сеть, и такой, типа, а объясни, как ты это тут сделал, а как тут это сделал. Я ожидал вопросов, я готовился к собеседованию по джесу, там, вот это вот все, может, лайфкодинг какой-то. А тут произошло так, что, по-моему, гитхабы лазили. Я такой, блин, да лучше ты объяснишь, что тут происходит, как я это делал. Я вот так вот подумал. Но в итоге что-то там смог объяснить, и он сказал, хорошо, дает тестовое задание. Он дал мне тестовое задание, и дал, по-моему, до следующего дня, да, до 6 вечера. Ну, то есть там, грубо говоря, это уже был конец дня, часов, наверное, 8. Вот, то есть я на следующий день проснулся, начал пилить это задание, а там просто нужно было сверстать страницу, вот интернет-магазин и каталог телефонов был, что-то такое. Вот, и сверстать эту страницу полностью, и чтобы там можно было фильтровать по цене, еще чему-то, еще чему-то. Он мне сказал, как бы, верстки тут нормально так, поэтому я не требую, чтобы она была идеальна. Главное, чтобы там функционал был. Вот, ну, я как бы хорошо… Это мы любим, правильно, когда верстки поменьше, да. Да, верстку там, ну, можно же поправить. Главное, чтобы выглядело плюс-минус, и функционал, да, окей. Вот, и я, получается, сделал это тестовое, отправил им, и через день мы подключились уже втроем, я, HR и, я так понял, TeamLead или кто-то, ну, короче, уже спец. И этот спец начал меня, в общем, давить, он начал прям нулевой, да, как только я туда зашел, он начал спрашивать, почему тут не курсор-поинтер, почему тут ссылка там, я не знаю, не так выглядит и так далее. Я ему говорю, так вы же сами сказали, ну, HR сказал, что верстка не главная, функционал же полностью работает. Ага. Типа, в чем проблема, вот. Он там что-то посмеялся, сошел на нет, чуть-чуть дальше подавил, но ощущения остались у меня максимально неприятными после этого. Но по итогу, кстати, меня туда взяли. Он сказал, ну, ладно, ты джуниор, типа, пойдет, там посмотрим на месте, вот. Но, конечно, в более грубой форме. Вот, но очень неприятный осадок остался. Ну, ты, как бы, решил, в принципе, черт с ним, чувачок какой-то, какой-то токсичный, поехали разбираться, если что, посмотрим, типа, да? Вообще без разницы, потому что я бы, на самом деле, даже за бесплатно бы пошел, потому что деньги у меня еще немного оставались. За бесплатно я бы, как и все, да, пошли бы, как множество. Получилось так, что они сказали, мы ответим вам через пару дней, и там уже решится. Насчет того, что берут или нет. И как раз таки это письмо не пришло мне, оно не пришло, то есть его не отправили они. Пишет мне через день HR, нам очень жаль, что вы не ответили на наше письмо, все дела. Я говорю, так нет письма, типа, нету. Он проверил, оказывается, действительно, он не отправил. И вот уже, получается, следующее письмо, которое он отправил, это о том, что мы берем, типа, вас на работу. И, получается, он сказал, что в понедельник уже можно приступать. А до этого я отослал резюме в предмистровскую компанию. Но я шансов не оставлял туда, поэтому я как бы согласился. И получилось так, что в понедельник, когда нужно было уже работать на ту фирму, мне звонят и говорят, что пройдемте на собеседование. А тут мне недалеко нужно было идти. И там, когда я подключился, я уже начал разговаривать. Это было утро понедельника, начал разговаривать с менеджером, получается. Я очень не хотел там работать, там, это жесть. Вот, и он еще в конце говорит, надо установить, как он называется, который время трекает, который ты за компом сидишь. Я думаю, это крах, это полностью. Куда я попал, да? Да, и получилось так, что буквально через 10 минут, как я сбрасываю звонок с этим менеджером, когда он мне все объяснил и говорит, приступай к работе, мне звонят и говорят, приходите к нам на собеседование через пару часов. Станислав такой, бегу, да? Да, да, я сразу же начал одеваться. Я пока спускался в лифте, как сейчас помню, написал, что извините, но мне предложили другую вакансию. Хотя там просто позвали на собеседование. Ну, то есть, так тебе не понравились эти ребята, как бы, да? Очень извините, там прям множество факторов было. Трекер, вот это письмо, когда тем лид давил на самом собеседование. То есть, там все ужасно было. Меня прям отвергала эта возможность идти туда работать. Но если бы альтернатив не было, ты бы, короче... Не было, я бы пошел. Ты бы пошел, да. Да, конечно. Тем более, это еще и удаленное было, так что в офисе я бы их не видел, но все равно. А здесь тебя именно в офис пригласили, да? Да, да, да. Ну, то есть, пока я обучался, я переехал вот сюда. Тут просто еще моя девушка живет, и мы с ней вместе снимаем квартиру. Ну, и снимали, и снимаем сейчас. И как тебе был первый собес? Первый собес мне показался... Ну, ты пришел в офис, там тебе чай-кофе предложили, сказали, здравствуйте, Станислав. Да, да, да. Ну, то есть, там тоже неплохое такое здание было. Оно в самом центре этого города, вот. И получается, что я поднялся, меня там уже на диванчике ожидала HR. Мы как бы прошли сразу же, мне так, бегом объяснили все по чуть-чуть, и мы пошли сразу на собеседование с моим... Ну, на данный момент он мой ментор, получается, вот, следом. Вот, и он меня поспрашивал, но, скажем так, я ответил почти на все вопросы. А что спрашивали? Нативку? Да, это была в основном нативка, реакт, верстка. Просто, ну, сейчас, допустим, я понимаю, какие любимые вопросы моего тимлида, да, потому что я слышу, как он иногда собесит, вот. И хорошо, что перед этим я как раз-таки много-много-много повторял вот эти вопросы. Типа классические вопросы, типа, дживаскрипт на собеседование. Да, 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 конечно. То есть, там просто как хуки работают, как там, ну, по верстке, как, я не знаю, промисы работают. То есть, вот, все обычное, все обычное, ничего прям сложного не было. И ты выглядел достойно? Я, как помню, я забыл, как забыл, меня спросили про юзреф и еще спросили про юзлайяут эффект. А юзлайяут эффект я на тот момент вообще первый раз в жизни услышал. Вот, и я не ответил на эти два вопроса, и, может быть, еще на один какой-то, а на все остальное, в принципе, ответил. Вот так вот. Станислав, скажи, а вот этот собесед проходил, насколько вот инкубаторские знания, инкубаторская база там соответствовали, да, на 100 процентов, на 70 процентов? Или, в принципе... Полностью, полностью. То есть, если бы, в принципе, допустим, я помнил всю нативку, которую преподавали в инкубаторе, то вообще на 100 процентов бы ответил, да. То есть, ну, полностью. То есть, теоретического багажа, который получаю в инкубаторе, в принципе, тебе на собес вполне хватило, правильно? Да, конечно, конечно. Ты отсобесился? Этот собес уже был дружелюбным? На самом деле, перед этим собеседованием у меня был разговор с директором сначала, но и на следующий день, получается, вот с ментором. Вот, я чуть-чуть забыл, но вот так вот было. Алисаф, смотри, не исключено, что он посмотрит это видео, поэтому ты можешь сказать, он был такой классный. Это правда, да. Но мне сразу же понравилось на новом месте прям все, поэтому я очень надеялся на это место. И это был единственный собес? Да, да, да. Ну, то есть, живой, да. И один, получается, на прошлой работе. Ну, и после собеседования второго, первый директор, потом второе HR и сразу техническое собеседование. И после этого технического собеседования мне дали задание, да, то есть, что я должен сделать. А там было, это довольно-таки большое тестовое задание, я скажу так, то есть, я никогда такого не видел, наверное, еще и не увижу. Это было, нужно было сделать админскую панель для баскетбольной команды. Когда-то моя компания делала это приложение, и вот, грубо говоря, админку оттуда они запихнули в тестовое задание. Сейчас я бы это сделал намного быстрее, но тогда у меня ушло что-то около дней 14, может быть, 16, как-то так. Ого! Очень много, с учетом того, что я даже пару дней не спал, то есть, я 24 часа сидел. Было очень тяжело, особенно поначалу я хотел плакать. Я думал, ну, как так, все хорошо, компания хорошая, место идеальное. Зачем эта чертова админка? Да, 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 вообще, но скажу так, что эта админка как раз-таки дала вот эту практику, которую мне не хватало, потому что я субботний проект не сделал. А вот эта админка, мне кажется, что она очень похожа с субботним проектом, только отличие в том, что там, возможно, чуть-чуть меньше функционала, но ненамного. Но при этом ты ее делаешь полностью один, а в субботнику ты делаешь втроем это. Вот, 16 дней я делал, мне кажется, это тестовое. А тебе не устанавливали срок какой-то на этот тест? Вообще сказали две недели, то есть, по-моему, 7-10 дней, что такое. Я смотрю на это, я не понимаю, как такое возможно написать. Если ты это можешь написать за 7-10 дней, то как бы ты не джуниор, нет. Вот, я даже как-то высылал в это, в IT-инкубатор группа, где уже устроились работать. Вот, это тестовое, и там какой-то из менторов, Андрей, по-моему, вот, я спросил, насколько оцениваете это тестовое? Ну, по времени. Андрей ответил в 400 долларов, что это такое. Он написал, что он бы такое не делал бесплатно. Но, смотри, ты немножко не уложился в срок, да? Ну, скажем так, что там было множко, потому что 16 дней это я делал, и плюс вот этот темлит, он проверял где-то неделю, мог полторы недели не отвечать, да? То есть, я кусочками слал, как они и просили. А, ну, все понятно, то есть, они видели, что работа идет, да, как бы, что ты двигаешься, а, ну, это, кстати, круто, на самом деле, это очень интересный подход. Честно говоря, вот я такого не слышал, обычно работу берут целиком и потом смотрят, как бы, а здесь... Ну, конечно, я тоже такого не слышал, не видел, поэтому я удивлен был. Ну, то есть, они понимали, что ты работаешь, примерно понимали, как бы, так сказать, в каких местах у тебя все хорошо, где ты спотыкаешься. Более того, мой ментор, он проверял это тестовое, вот когда оно уже, допустим, на последних этапах было, и кидал фиксы, которые я должен поправить, даже вот так вот было. И я под конец уже навидел этот проект. Ну, а по итогу, все, конечно, я так понимаю, завершилось хорошо, какое-то обсуждение состоялось твоего тестового или нет? Нет, на самом деле не было, то есть, я вот его закончил, отправил, мне сказали, что да, все окей, как бы, передам информацию HR-у, и тебе уже ответят в пятницу, но когда наступила пятница, сказали в среду, то есть, я еще полторы недели прождал. Оно растянулось нормально так, по-моему, на месяца полтора. Ты не пожалел, что зря бросил ту контору, где тебе предлагали трекер времени установить? Ой, ни капли, ни капли, вообще, то есть, совершенно, я не знаю. У меня была такая мысль, блин, зачем я за это взялся, надо было в той конторе оставаться. На тот момент, когда я делал тестовое, были такие мысли, потому что, я же говорю, когда я его открыл, увидел, я подумал, ну и нет, я ни за что такое не смогу сделать. Вот прям вообще ноль шансов, такое невозможно сделать, особенно на моем уровне. Но я вот сейчас думаю, как я тогда это сделал, я не представляю, если честно. Но, тем не менее, ты работу сдал, тебе сказали, что вам, HR вам перезвонит, да? Да, да, да. И ты, короче, такой в нервяке сидишь и ждешь, да? Очень большой нервяк был, то есть, постоянный. И наступает день X, среда. Да, да, в среду мне написали, что все хорошо, я не помню, как точно там было, что все хорошо, подходите в это. В этот день, и там уже все объясним. Да, а, нет, 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 они даже не написали, все хорошо, они написали, что подходите в этот день в офис. И все, то есть, я даже тогда не знал, все хорошо. О, блин, ты такая не помню, так а что, да? Да, 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 да. Ну, и я думал, ну, если бы не подошло, не понравилось, ну, навряд ли бы они звали, чтобы я пришел и сказать нет, да нам не подходишь. Чтобы сказать нет, да. Да, это успокаивало. Ну, и вот я пришел, я не помню, в какой там день, но без разницы, пришел, и меня встретил HR, она мне там объясняла. Кое-что пока сидели, я, конечно, нервничал, я помню, как сейчас, что у меня даже голос изменился немного. Вот, и, ну, HR что-то спросила, а, что собираешься делать или что, или собираешься принимать, если что. Я не помню вообще суть вопроса, но вышло так, что я говорю, не знаю, все зависит от ответа, если да, то остаюсь как бы тут в Приднестровье, если нет, то переезжаю в Молдову обратно. Вот, и HR удивилась, она спросила, а что, ты не знаешь еще ответа, да или нет? Я говорю, нет. Она говорит, а, тогда не волнуйся, все хорошо. Ты такой, фу, блин, надо было с этого начинать, да. Да, да, да. Ну, и как бы мы прошли опять к директору, и просто в двух словах там немного поговорили с директором, он поспрашивал, какие планы, чем занимаюсь, все остальное, и сказал, мы тебя принимаем. Как-то так. Отлично, отлично, брат, отлично, отлично. Да, да, радость и было безмеренно. Ну, я представляю себе. Ты по этому случаю попробовал Приднестровского коньячка или нет? Да, да, я помню, я помню, что тогда я праздновал. Тогда еще и друг приехал, поэтому мы тогда собрались в компании и празднули это. Ну, все-таки такое событие. Ну, конечно, то есть это у тебя такой достаточно длинный путь получился. Ты, в принципе, два месяца в начале первый заход у тебя был, потом семь месяцев у тебя был перерыв, когда ты понял, что не тянешь все вместе и копил бабло, и потом еще пять месяцев ты учился в инкубаторе. Это, получается, год. Даже больше, потому что когда я забросил, ну, вот в конце августа у меня началась еще, ну, вернее, в начале сентября началась сессия в универе, и как бы я отложил собеседование. То есть там много всего навалилось, и, ну, получается, больше, потому что еще и само тестовое, оно длилось, по-моему, около двух месяцев. Ну, да, 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 получается, что он пока написал, потом пока тебе дали фидбэк, там такая история у тебя получилась. Долго-долго-долго-долго, да. Ну, Станислав, ты самурай. Да. Ты как бы не сдулся, не слился, и когда ты хоть чучелом, хоть тушкой, как в анекдоте, ты ломился вперед. Ты красавчик, молодец. Ну, теперь рассказывай, короче, как живет айтишник, у тебя теплый офис, массажное кресло. Нет, ну, не все так прекрасно, но самое хорошее, что там есть, это бесплатные вкусные обеды в ресторане, который ниже нашего офиса. Вот, я, ну, только из-за этого еще сильнее хотел туда ходить, вот, потому что готовить надоело уже. Вот, но, как бы, обычный офис, да, то есть довольно-таки крутой, там есть и плойка, есть и кофемашина, естественно, там, я не знаю, всякие приколяхи, есть кружки, да, то есть по понедельникам там, допустим, собирается, можно в шахматы поиграть, в баскетбол, в футбол, все такое, то есть, ну, много всего. А компания большая, в принципе, я так понимаю, да? Да, сейчас там уже, мне кажется, человек 120, вот так, ну, относительно большая, да. Вот, ну, из этих кружков какой ты посещаешь? Ну, сначала, получается, когда я туда устроился, то я походил немного на шахматы, потому что я умею играть в шахматы, как бы давно еще играл в детстве очень много в них, они еще и турнир провели, на котором я второе место занял, поэтому радости там не было предела. Ты немножко рейтинг, немножко свой приподнял, как бы, да? Да, 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 да. Поздравляю, красавчик. Да, я тоже был очень доволен, и, как бы, сейчас на футбол хочу пойти, потому что тоже люблю футбол, почему бы и нет, тем более еще и по утрам ходим туда. Но, смотри, в принципе, ты уже, получается, три месяца, четыре месяца отработал, да? Нет, три месяца отработал, сейчас четвертый. Сейчас идет четвертый месяц. Да. Смотри, у тебя есть такое ощущение, что ты попал туда, куда хотел, как бы? Да, определенно, конечно, то есть я вот как сейчас помню, что когда я в первую контору попал, в которую я очень не хотел, я думал, блин, ну не так я представлял свое первое место работы, я хотел хорошую компанию. Вот, и эта компания, в которой сейчас работаю, именно, ну, как я и ожидал, вот все, как я и ожидал, так и случилось. Ментор твой, как ты говоришь, да, там, чисто профессионально, тебе как бы саппортят, помогают, как бы есть какие-то вопросы, возникают? Ну, я сам стараюсь как можно меньше спрашивать, стараюсь все сам нагуглить, начать GPT-шить, да, и, ну, конечно, все равно возникают такие случаи, когда приходится спрашивать, но они случаются тогда, когда, ну, прям совершенно тяжело, что-то новое, и мой ментор подходит, и минут сорок сам сидит и вдупляет, что это такое. Ну, понятно, как бы, то есть, такие простые кейсы, ты, как бы, разбираешься сам, да? Да, конечно, конечно, конечно. Ну, а что верстка? Много верстки? Ну, верстка у меня никогда не было проблем, ее немного, но, опять же, все впереди, я не знаю, какие будут проекты, но верстка нужна, ну, не знаю, мне она очень легко всегда давалась, я ее прекрасно понимал, то есть, там, совершенно легко всегда. То есть, у тебя верстка не парит особо, есть верстка, верстаем, нет, окей, там, пишем код, да? Ну, единственное, что это, когда я пришел, меня с первого же дня кинули в боевой проект, и там просто куча всего было, то есть, там был и N-Design, там была Odata, там был, ну, Toolkit, получается, который я фактически не трогал. Ну, там много всего было, правда, и дня 4 я вникал, а потом все пошло как по маслу, то есть, ну, легко совершенно, я не знаю. Поэтому никаких проблем, в принципе, не было за все это время. Дружище, ну что, прекрасная история, которая говорит о том, что терпение и труд все перетрут. Да, 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 да. Ты молодец, и я понимаю, что в целом, как бы, у нас такой разговор получился относительно веселый и бодрый, но я понимаю, что тяжелых моментов на этом пути у тебя было. Очень много, много. Я помню, это вообще кошмар был. Я бы никогда не хотел второй раз такое проходить, если честно. Но, смотри, тем не менее, каким-то самураям, которые встали только на этот путь, можешь дать совет или напутственное слово? Да, конечно. То есть, во-первых, я хочу сказать, что если вы собираетесь сделать так же, как я, то копите минимум на год, а лучше год с чем-то. Потому что, ну, мне, допустим, повезло, вам может не повезти. Также, мне кажется, нужно хотя бы с пятницы уже начинать отсылать везде, куда только можно, из CV. И еще хороший вариант, мне кажется, прям заходить в LinkedIn тот же, создать его, да, добавляться к людям и просто искать, допустим, по своему городу людей. Ну, то есть, не людей, а Team Lead, Senior, там что-то такое. В компаниях идти, писать прямо им в личку, ну, потому что вы им напишете, как бы вы ничего от этого не потеряете. Но кто его знает? Просто мало кто делает так. То есть, если ты на почту отправишь, то ты будешь один из тысячи там, да, потому что конкуренция огромная. А вот если ты, допустим, загуглишь эту компанию, найдешь там Telegram HR и напишешь ей, то шансы твои все равно, они увеличиваются. Я уверен, потому что, ну, мне отвечали так. Хотя бы с отказом, но уже это ответ не ничего. И как бы, не знаю, что еще было тяжело. Наверное, не сидеть по ночам. Хотя мое обучение большинство было со среды, это просто я ночью сидел, но из-за этого еще тяжелее стало, да, то есть ужасные мысли пошли, потому что, ну, я не знаю, как будто твой организм такое не выводит. Наверное, то, что нельзя бояться того, что у тебя не хватает знаний. Потому что, вот я постоянно так думал, оно так и было. Но, тем не менее, если тебе дают тестовое, ты его выполнил, ну, как бы намного сильнее ты становишься. Надо много практики делать. То есть, блин, вот теорию я хорошо знал, но, как сейчас, помню, что с практикой у меня совершенно все плохо было. Совершенно ничего не мог написать. Как будто думаешь, что это легко, но когда ты пытаешься это сделать, это совершенно не то. Поэтому стараться практиковаться, ну, как можно больше, я думаю, так. Поменьше теории, побольше практики или хотя бы наравне, да, то есть практика это все, вот так вот. Ты правильно сказал, что путь может быть сложным, путь может быть длительным. И это в любом случае нагрузки, там и на голову, и на нервную систему. И надо к себе относиться бережно, по возможности не ставить себя в крайние позиции, там не оставаться без денег, не забывать все-таки там такие простые вещи, как сон и там хотя бы умеренная физическая активность. Да, если бы я об этом подумал тогда. Да, чтобы не загонять себя в какое-то там в плохое самочувствие, в нездоровье и так далее, и так далее. Ну, как бы сказать так, не избегать крайнего положения. Понимать, что это может длиться долго, может затянуться, непонятно точно, как это получится. Как бы оно получится, несомненно. И твой пример, это вот конкретные, как сказать, конкретные свидетельства тому, что при том, что тебе и тяжеловато учиться давалось, и, как ты говоришь, не был самым тем самым. Мне очень тяжело было учиться. Я даже вот как сейчас помню, я почему немного в шоке, потому что я, допустим, недавно на работе заходил, я смотрел интервью и видел парнишку со своего курса, со своей группой в IT-инкубаторе, который еще не устроился на работу, хотя я думал, что он первый устроится, потому что он, правда, ну, лучше всех знал, как мне казалось. Здесь есть еще момент удачи. Конечно, везение – это самое главное. Но, опять же, если ты не будешь писать людям в LinkedIn, если ты не будешь находить компании, их телеграммы, то тебе удача не повернется. Вот так вот. Хорошо, Станислав, дружище, у тебя прекрасная самурайская история про то, как парень с крепким характером, преодолевая невзгоды и сложности обучения, добился своего, и теперь можешь спокойно сидеть, улыбаться и говорить, да, я попал туда, куда хотел. Да, да. Хорошая компания, хороший коллектив. И вот, дорогие самураи, не стесняйтесь, не смешайтесь, если вам тяжело учиться, если вы что-то не понимаете. Терпение и труд – все перетрут. Потихонечку, помаленечку, саг-джи-сагом, наращиваем скиллы, прокачиваемся. И, конечно, тяжелые моменты обязательно будут, но не унываем. Как говорил Димыч, путь конечен. Это правда. Я на своем опыте понял. Станислав, спасибо тебе большое. Жму виртуально твою мужественную руку. Ну, посмотрим, может быть, еще мы с тобой свяжемся через годик-полтора. Может быть, расскажешь, как оно на самом деле? Соответствуют ли первые впечатления в айтишке о том, как оно там, может, внутри они не такие все там хорошие, эти айтишнички. Да я думаю, что оно все так, как я и представлял. Мне правда все нравится. Отлично. Дорогой друг, спасибо тебе за твою историю. Надеюсь, что она поддержит тех самураев, которые еще только на пути. До встречи. И еще раз спасибо.